приветствую вас друзья на моем канале здесь мы с вами обсуждаем все что происходит в италии и не только и так случилось то что уже и было ожидаемо нас предупреждали об этом что с 15 октября будет введен обязательный зеленый green pass на всех рабочих местах как на государственных предприятиях так и на частных правительство приняло указ что он вступает силу с 15 октября и если в течение пяти дней рабочий не предъявляет этот green pass то он может быть отстранен от работы не с потерей рабочего места вот я хочу сказать главное то что этот человек не теряет свое рабочее место он просто будет отстранен до 31 декабря 2021 года пока продолжается это чрезвычайной ситуации но я не сомневаюсь что дальше тут чрезвычайную ситуацию продлят еще ну так вот человек не теряет рабочее место а только отстраняется от работы и я вам сейчас хочу привести такой пример да вот об рассказать об одном суде который произошел в городе милане девушка была отстранена от работы я не помню где она работала которые раньше вот этот пропуск делали может быть медик она или врач ее отстранили без сохранения заработной платы она обратилась в суд и выиграла представляете выиграла она осталась отстранена да но ей каждый месяц платят зарплату причем с процентами потому что она когда была отстранена она получила огромный стресс огромную психологическую нагрузку и вот на основании этого она выиграла этот суд я вам оставлю ссылку внизу под видео или в первом закрепленном комментарии найдете эту ссылку и посмотрите это видео я не буду много говорить потому что сами знаете почему вы сами перейдете по этой ссылке и посмотрите это очень важная новость очень нужная нам касается тех людей которые работают сейчас в италии дальше тампоны конечно а с тампоны пока остаются но в дальнейшем их тоже уберут тампоны не будут бесплатными будут они по контролируемой цене 15 евро для взрослых и 8 евро для несовершеннолетних поставлю я вам вот эту вот рожу да вы будете сейчас от на него смотреть и слушать то что он тут надумал так вот мы конечно с мужем были в шоке да вот после всего этого то что придумал опять драги конечно было ожидаемо но все-таки это был какой-то шок и вчерашний день мы обдумывали как разговаривать теперь с работодателем либо сразу послать либо тянуть время ни на какие уколы мы не пойдем это было решено еще в прошлом году мы решали вопрос о том как будем разговаривать как будет разговаривать мой муж со своим работодателем так вот мы пришли к определенному мнению что пока лучше потянуть время обещать что да сделаю что я думаю ну вот все вот в таком духе потому что друзья мои в конце сентября должны быть европе какие-то изменения в лучшую сторону потому что европе начинаются не вот вот эти уколы будут только как бы как нам говорят что они останавливают вот эту пандемию а будет лечение именно от этого модного заболевания то есть не волшебные уколы а лечение то есть для тех кто заболел я думаю что скоро скоро в конце сентября в европе будут эти изменения че тут сообщается что будут проверять этот грин пас на работе в государственных и частных компаниях значит там если у работников не будет у кого-то грин паса значит будут штрафовать там по моему 1600 евро штраф не только для работодателя а также и для работника но я вот здесь сразу хочу сказать что кто это будет контролировать здесь как говорится что могут контролировать только полиции но ведь уже драги решил что для всех работающих людей в том числе и для полиции будет ведет этот обязательный зеленый грин пас не думаю что будут такие прям массовые проверки до проверять вот это все они пойдут вот нет не будет этого причем правительство марио драги даже не скрывает что вот этот зеленый грин пас на рабочих местах они вводят для стимуляции укололизации то есть как можно больше людей чтобы пошли укололизоваться и я вот еще вам что хочу сказать что после 15 октября когда уже вступит вот этот его указ не закон а указ будет объявлено следующее что теперь укололизация вообще для всех от 0 лет и до 100 вот я в этом уверена на сто процентов он объявит и это обязательную укололизацию для всех я в этом не сомневаюсь и я думаю это потому что потому что италия все таки не достигла вот даже 70 процентов поэтому драги идет на такие отчаянные шаги не достигла италия хоть мы знаем что много людей уже укололизованы все равно италия не пришла к этим цифрам я думаю 50 процентов только италия пришла я думаю что вот так ну и хотела бы вам рассказать вот например может быть даже кому-то это и пригодится вот как поступает например мой муж со всеми вот этими последователями указов драги значит уже вы наверное знаете что уже подскочили цены на газ мы покупаем газ в баллонах у нас на кухне газовая плита для душа у нас разогревается вода значит с помощью газа и вот как-то он пошел вот в эти дни покупать вот эти баллоны и видит что опять поднялись цены на газ он его спрашивает значит а чё опять поднял цены на газ ну тут этот газовщик говорит ну-то тут же вот опять же вот драги говорит что поднимать надо и мой муж ему говорит так если ты поднял цены то и я тоже поднимаю цены мой муж занимается строительными работами не только в нашем городке и но и во всех близлежащих и он ему так сказал если ты поднял цены я тебе тоже поднимают цены он делает у него тоже какую-то строительную работу я не знаю в этом не разбираюсь то ли дом там то ли что-то и сказал ему так теперь за ту работу которую ты мне платил 50 евро теперь она стоит 70 а вот за эту работу которую ты мне платил 70 евро она теперь будет 100 евро стоить и этот газовщик так удивился а ты говорит это почему это ты поднял цены ты не можешь поднять цены мой муж говорит почему это я не могу поднять цены могу поднять цен ты же поднял цены я поднимаю все на этом разговор закончился он купил баллоны я не знаю как там будет докладывать свои деньги или как он купил баллоны по той цене которая была уже раньше вот так надо поступать вот с этими последователями указов драги еще один момент тоже может быть вам пригодится когда наступает вот эти гринпас очники там трясут своими вот этими зелеными гринпасами и говорят что ой ты ж теперь не сможешь ни в ресторан не зайти ни на поезде поехать ни на самолете никуда полететь мой муж отвечает так вакцины делают для того чтобы уберечь себя от болезни а не для того чтобы вы могли зайти в ресторан или поехать на поезде или полететь на самолете все это действует очень очень хорошо на гринпасочников у них сразу начинает что-то там какие-то остатки мыслительного процесса начинают срабатывать но все правильно вакцины делают для того чтобы уберечься от болезни а не для того чтобы зайти в ресторан так что принимайте к сведению возможно это вот такие вот фразы до пригодятся кому-то по поводу работодателя если работодатель будет настаивать на зеленом гринпасе который нужно будет обязательно предъявлять вот прям вот от умри но предъявить зеленый гринпас значит будем поступать следующим образом мой муж работает строительном агентстве у него есть напарник этот напарник человек выполняет он свою работу хорошо но этот напарник он иногда падает понимаете вот просто падает в обморок на прям на работе я не знаю что это там за диагноз эпилепсии ли что это такое но он не может не на крышу залезть ни тяжелое поднять ему ничего нельзя никакие там ему стрессовые ситуации не там не трубу какую-то там чистить вот это ему ничего нельзя делать его там держат ну как сказать из жалости потому что по состоянии здоровья но не могут человека уволить поэтому всю тяжелую работу залезть на крышу поднять тяжелый выполняет мой муж вот если работодатель будет настаивать на предъявлении зеленого гринпаса то просто муж мой муж оставляет эту работу и пусть остается вот этот напарник который будет строить дома а заведует этим агентством бабулечка и где-то лет под 70 вот пусть они вдвоем и строят дома людям мой муж давным-давно уже занимает эти занимается этим строительством его уже знают во всех не только в нашем городке но и во всех тут близлежащих и всегда приглашают делать работу только его мой муж строил дома также и у состоятельных итальянцев так что его знают все кому надо построить дом они его легко найдут по номеру телефона вот через агентство устроит этот бабулечка значит и его напарник ну на этом заканчиваю видео друзья извиняюсь за такое мы эмоциональное видео просто наболело у нас сейчас сами понимаете очень серьезная ситуация всем пока держимся не сдаемся и до следующих итальянских новостей я я